У каждых военных учений есть свой замысел, есть свой сценарий. Это значит, что порядка 6 тысяч вагонов с личным составом и российской военной техникой прибудут в нашу страну. Эти положения о нейтралитете и безъядерном статусе выводятся из состава Конституции. Войска российские выводятся с территории Беларуси или войска российские остаются на белорусской территории? Добрый день, уважаемые белорусы! Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о том, что происходит в Беларуси в контексте белорусско-российских учений. Прежде всего, давайте посмотрим, как обычно организуются такие учения. А как правило, занимает от года до полутора лет для того, чтобы организовать, задумать эти учения, запланировать их и провести. А в этом случае мы видим, что Лукашенко и Путин приняли решение о проведении этих срочных практически учений в декабре прошлого года, организовали их и стремительно проводят сейчас. У каждых военных учений есть свой замысел, есть свой сценарий. Так вот, именно у этих учений нет ясного сценария, нет понятного замысла, и даже многие белорусские военные не до конца понимают, что происходит, почему вводится в Беларусь какая-то техника, для каких целей и каким образом она согласуется с целями и задачами этих учений. Также у нас нет ясной и точной информации о том, какие количество российских войск должны быть введены в Беларусь и когда они должны быть выведены. Мы получаем заверение от официальных лиц о том, что учения пройдут с 10 по 20 февраля, и сразу же после этого российские войска будут выведены из Беларуси. По имеющейся информации, в Беларусь для участия в учениях прибудут до 200 эшелонов с российскими войсками. В каждый эшелон входит от 30 вагонов. Это значит, что порядка 6 тысяч вагонов с личным составом и российской военной техникой прибудут в нашу страну. Что они будут делать все это время в Беларуси и когда они будут выведены из нашей страны, до конца неизвестно. По имеющейся официальной информации, после 20 февраля все они должны быть выведены из Беларуси. Но это вызывает сомнения, насколько логично и целесообразно вводить такое количество войск и техники для того, чтобы их вывести уже через 10 дней после начала учений. Что важно об этих учениях, это то, что они совпадают с таким довольно воинственным нарративом режима Лукашенко и его чиновников о том, что война становится практически нормой для беларусов. По нашей информации, еще в августе прошлого года в администрации президента уже витали такие темы, что война это норма, нужно подселять это мнение и это понимание среди беларусов, чтобы они не пугались этого. И мы видим, что с тех пор Лукашенко обращается к теме войны практически ежедневно. Мало того, что он говорит об угрозе в адрес Беларуси, которая не существует, он в ответ угрожает нашим соседям Украине, Балтийским странам. Более того, Макей и Лукашенко недавно заявили о том, что они готовы рассмотреть возвращение ядерного оружия на территорию Беларуси, вопреки нашему безъядерному статусу. Напомню, что этот статус был закреплен в Декларации о государственном суверенитете еще в 1990 году, когда Беларусь еще входила в состав Советского Союза, буквально накануне обретения нами независимости. Так вот, все эти годы среди беларусов существовал консенсус о том, что нейтралитет и безъядерный статус – это именно то, чего мы хотим. Беларусы больше не хотят участвовать в чужих войнах, беларусы больше не хотят становиться потенциальной мишенью для ракетно-ядерного обмена. И именно поэтому эти положения нашли свое место в Конституции, которая на сегодняшний день является действующей. Напомню также, что по проекту Конституции, который разработал Лукашенко и который выносится на так называемый референдум 27 февраля 2022 года, эти положения о нейтралитете и безъядерном статусе выводятся из состава Конституции. В чьих интересах Беларуси, чтобы мы снова становились участниками чужих войн и чтобы на нашей территории размещалось чужое ядерное оружие. И теперь, если мы говорим об угрозах национальной безопасности и суверенитету Беларуси, мы не видели никаких признаков того, чтобы НАТО, Балтийские страны или тем более Украина угрожали нам военной силой. Мы не слышали ни заявлений, ни политики, ни концентрации войск на наших границах с запада, с севера или с юга. Но в то же время мы видим концентрацию российских войск на нашей территории. И это проходит абсолютно бесконтрольно. Мы не знаем, что происходит, мы не знаем, какие количества российских войск вводятся на территории Беларуси и на каких условиях. Интересный факт. Буквально несколько дней назад российское правительство сообщило всему миру, в том числе и белорусам, о том, что белорусский воинский контингент направляется для участия в военной операции России в Сирии. Это сообщило ни администрация Лукашенко, ни правительство, ни Министерство иностранных дел, ни Министерство обороны сообщили об этом россияне. Получается, что россияне за нас решают, когда и где мы участвуем в военных конфликтах, которые никаким образом не согласуются с национальными интересами Беларуси. После этого мы слышали путанное объяснение Лукашенко, что направляется воинский контингент в Сирию исключительно для гуманитарных целей. Таким образом он пытается доказать самому себе и нам всем о том, что он по-прежнему контролирует ситуацию в стране. Мы видим и по его действиям, и по его уже неконтролируемой риторике, которая направлена против наших соседей, что такого контроля давно уже не существует. Теперь давайте поговорим о том, почему Лукашенко соглашается на это, почему он нагнетает такую истерию. Очень похоже на то, что Лукашенко пытается использовать эти учения и такую риторику воинственную, нагнетание истерии вокруг возможного военного конфликта с Украиной, для того, чтобы отвлечь внимание беларусов от той кризисной ситуации, которая сохраняется в Беларуси. Она сохраняется и в политической сфере, и в правозащитной сфере. Теперь она все больше начинает проявляться и в социально-экономической сфере. Мы видим стремительный рост цен, стремительное ухудшение положения населения. Если в прошлом году на пакет продуктов нужно было потратить 35 рублей, то сегодня это 55 рублей. И мы видим, какой значительный и стремительный рост, и насколько сильно это отражается на интересах простых беларусов. Теперь рассмотрим два сценария. Войска российские выводятся с территории Беларуси, или войска российские остаются на беларусской территории. Если реализуется сценарий, по которому российские войска выводятся с территории Беларуси, это будет подтверждать нашу теорию о том, что Лукашенко хотел использовать их присутствие и нагнетание этой истерии для того, чтобы отвлечь внимание беларусов от развивающегося кризиса в Беларуси. Напомню о том, что 200 эшелонов прибывают в Беларусь, это порядка 6000 вагонов. Для того, чтобы вывести обратно всю эту силу, потребуется много времени. И мы не уверены в том, что на самом деле, как минимум, военная техника будет покидать территорию Беларуси. Есть даже неподтвержденные данные о том, что россияне и беларусы собираются проводить эти учения практически на постоянной основе. Почему именно Беларусь становится такой площадкой для проведения российских учений? Нам это не нужно, это не в наших интересах, это подрывает нашу экономическую ситуацию и это создает дополнительное напряжение в и так уже сложной ситуации в Беларуси. Если же мы говорим о суверенитете Беларуси, то он уже подорван. А фактически Беларусь, участвуя в военной операции России против Украины, подрывает свой суверенитет, нарушая положение в Конституции, которое гласит, что мы стремимся к нейтралитету. Если после 20 февраля россияне заявляют о том, что не частично выводят, а частично оставляют свой воинский контингент Беларуси, то это будет однозначно свидетельствовать о том, что Лукашенко полностью потерял контроль над ситуацией в стране. И теперь можно будет говорить о том, что суверенитет и независимость Беларуси могут быть утрачены. Что мы можем делать в этой связи, когда суверенитету, независимости и самому существованию Беларуси начинает угрожать таким образом, когда Лукашенко теряет контроль над происходящим в стране, когда Россия и российские войска могут остаться на территории Беларуси? Прежде всего, помним о том, что в Конституции прописан нейтралитет и безъядерный статус Беларуси. Напоминаем об этом сами себе, напоминаем своим друзьям, соседям, родным. Задаем эти вопросы чиновникам, задаем представителям власти, задаем представителям режима. Пусть они отвечают на вопрос, почему мы отказываемся от такого важного статуса для нашей страны, к которому мы пришли консенсусом, и этот консенсус сохранялся все эти 32 года. А теперь, что касается дальнейших действий. Мы внимательно отслеживаем ситуацию, мы собираем максимальный объем информации, мы консультируемся с нашими партнерами по демократическим силам, мы консультируемся с международными партнерами, как национальными правительствами, так и международными организациями, для того, чтобы выработать изменения в нашей стратегии. Тем временем мы призываем всех записываться в план Перамога Байпола, для того, чтобы быть готовыми к изменившейся ситуации, для того, чтобы получить предписание от Байпола и предпринять действия, которые помогут нам всем отстоять нашу независимость и перейти к демократическому управлению. План Перамога создан для всех. Он создан и для гражданских, и для военных, и для милиционеров. Поэтому призываем вас записываться в план Перамога. Просим следить за нашими заявлениями и о том, какие действия Офис Светланы Тихановской и наши партнеры по демократическим силам будут предпринимать в этой ситуации.